Виктория Шаре 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 туры до приема узких специалистов. На талоне номер, по которому человека через большие мониторы вызывает система оповещения. Плюсы электронной очереди ощутили и врачи, и пациенты. Терминалы работают в единой программе регистрации. Записаться к врачу можно у аппарата, в регистратуре или на сайте. Программа электронной очереди внедряется в Самарской области второй год. В прошлом году терминалы установили в семи медучреждениях. В этом году оборудовали еще три. Внимательно работаем с учреждением. Важно, чтобы и администрация, и коллектив, и инфраструктура учреждений готовы были к этому мероприятию. В следующем году программу электронной очереди запустят еще в пяти медицинских учреждениях. В областном бюджете на это запланировали около шести миллионов рублей. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Они преодолели трудности и научились говорить. Дети с нарушениями слуха, чьи родители тоже имеют диагноз слабослышащие, получили шанс на реабилитацию. Мамы и папы, будучи инвалидами по слуху, не могут развивать у своих детей правильную речь. Но на специальных курсах с ребятами работают профессионалы. Репортаж Марианны Мирной. Еще полгода назад эти ребята не могли вымолвить ни одного слова правильно. Нарушение слуха, их диагноз и диагноз их родителей. По просьбе слабослышащих родителей Министерство социально-демографической и семейной политики организовало курсы реабилитации. Итог работы – концерт, посвященный Дню матери, где ребята поют и читают стихи. Действительно пошел процесс. У ребенка стала лучше развиваться речь. И теперь уже как бы в садике, в котором она ходила, ее стали понимать. То есть как бы и ребенок уже стихотворение рассказывает более уже внятно. Дети от 5 до 16 лет упорно занимались сурдопедагогом. Слух и речевая реабилитация включают занятия по общему развитию речи, вокализации и интонированию. Язык жестов выучить довольно просто, но мыслить жестами еще никто не научился. Поэтому так важно, чтобы глухие и слабослышащие дети могли воспроизводить слова и формулировать свои мысли. В ходе нашей работы мы как раз таки исправляли эти дефекты, ставили эти звуки. Я учила их отвечать полным ответом, соблюдать окончание, форму слова, чтобы они общались грамотной речью. Специалисты говорят, глухонемой термин устаревший и применим далеко не ко всем. Если у ребенка не обнаружено нарушение речевого аппарата, даже при полной глухоте его можно научить разговаривать. Только начинать работать над речью нужно с самого детства. Мариана Мирная, Константин Головин, События. Прикладная физика как основа конкурентных производств. В Самарском университете имени Королева прошла областная конференция по вопросам взаимодействия точной науки и промышленного сектора. Участниками обсуждений и дискуссий стали учителя физики, руководители вузов и представители Союза работодателей. Сегодня в России самые востребованные специальности инженерно-технические. От того, насколько подготовленные специалисты приходят на предприятие, зависит успех инновационного развития экономики. А начинается все со школьной скамьи. Поэтому креативных решений требует и начальный курс преподавания физики. Высшее руководство страны ставит задачу научно-технологического развития. Мы должны готовить кадры и начинать со школы, безусловно, надо. Вот если говорить о нашем университете, да и о многих вузах, которые нацелены на высокотехнологичный сектор экономики, безусловно, для нас очень важно, чтобы школьная подготовка к физике была высокая, и чтобы, когда ребята приходили в университет, уже была база для того, чтобы они вливались в такой научно-инновационный процесс. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области сформирована новая военная бригада. Она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, инженерных и других подразделений. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, первое построение личного состава на плацу и торжественное поднятие флага Российской Федерации состоялось в понедельник. Уже на этой неделе военнослужащие начнут занятия по боевой подготовке на Рощинском полигоне. Зря доносила экс-супруга киллера Сергея Казаева, которого суд признал виновным в убийстве алкогольного короля Олега Дергилева, осталась без вознаграждения. Кировский районный суд Самара отказал Наталье Анисимовой в иске компании «Горелка». По ее словам, представители фирмы обещали 3 миллиона рублей за помощь в поимке убийц. Женщина дала показания на своего бывшего мужа и его подельников. Но обещанных денег не получила. В суде полиция и представители фирмы заявили, что денег не обещали и объявлений не размещали. Подтвердить первоисточники информации Анисимова не сумела, и суд отказал ей в удовлетворении исковых требований. В Самаре к Новому году установят 12 световых фонтанов. Сотрудники МП «Самара-Горсвет» уже приступили к украшению города. Гирлянды появились на улицах Старозагора и Молодогвардейской. Все работы обещают завершить до 23-25 декабря. На фото-выставке в Самаре горожане увидят Николая II, Михаила Булгакова и похороны Владимира Ленина. 1 декабря в Самарском художественном музее состоится открытие уникального проекта мультимедийного комплекса актуальных искусств. Экспозиции воссоздаст и поможет самарцам погрузиться в достоверные события XX века. Как отмечают организаторы, проект призван засвидетельствовать атмосферу быта, катастрофы и войны минувшего столетия с документальной очевидностью. В Самаре идет отбор кандидатов на Всероссийскую премию «Папа года». Ее цель – популяризация традиционных семейных ценностей для создания благополучной и крепкой семьи. Конкурс проходит при поддержке регионального министерства социально-демографической и семейной политики и общественной организации «Союз отцов». Подать заявку на участие можно до 1 декабря на сайте www.papagoda.ru Больше полутора сотен народов, каждый с уникальной культурой, характером, традициями. Национальный состав жителей Самарской области – пример дружбы народов. И не только границ не знает и любовь. Как сохранить национальную идентичность в межнациональных семьях – обсуждали участники «Круглого стола», который прошел в Самаре. Марина Кравцова узнала, какую роль в воспитании ребенка должна играть семья, а в чем задача общества. Башкиры, татары, украинцы, мардва, а прадед был даже цыганским бароном. Многонациональная семья – пример того, что любовь не знает национальных различий. В Самарском регионе на протяжении веков в согласии и дружбе живут представители более 150 народов. Культура, обычаи каждого из них уникальны. И в современных условиях глобализации актуальный вопрос – как их сохранить? Проблемы и преимущества многонациональных семей обсудили участники «Круглого стола», организованного общественной организации «Созидание» при поддержке администрации Самары. Все-таки, наверное, с детских лет это должно идти от семьи, от того детского общества, в котором дети бывают. И здесь, наверное, в первую очередь родители должны говорить о своей культуре, в первую очередь, как о традициях народа. Зачастую в многонациональных семьях дети не знают о традициях ни одного народа. Этот вопрос необходимо решать в первую очередь родителям. На помощь должны прийти общественные организации и национально-культурные центры, где и расскажут и о жизни предков, и об уникальности их обычаев. В Самаре ежегодно проводят и фестивали национальных свадеб. С первых дней создание новой ячейки общества напоминают о необходимости чтить традиции. Надо вести работу с семьями, в том числе и общественным организациям по воспитанию людей, чтобы они свои традиции чтили, чтобы они передавали их своим детям. Одна из важнейших составляющих национальной культуры любого народа язык, общественники считают, на это и надо делать упор. Дать возможность каждому ребенку учить не только русский, но и свой родной язык, создавая воскресные школы и специальные классы. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Зима заявит о себе холодами уже с первого дня. Что делать тем, кто чувствителен к перепадам погоды? Приплыли депутаты Губдумы, предлагают повысить налог на яхты. 49 лет со дня концерта в Куйбышевском ледовом дворце. Поклонники Владимира Высоцкого отметили памятную дату. Хотите получать свежий номер «Самарской газеты» раньше всех и к тому же бесплатно? Легко скачивайте приложение для iOS и Android и читайте «Самарскую газету» там, где это удобно вам. Жизнь областной столицы всегда в вашем мобильном. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин